Вот так выглядел в воскресенье мост, связывающий Венесуэлу и Колумбию. На границе с самого утра скопились тысячи людей. В соседнюю страну венесуэльцы стремятся вовсе не для того, чтобы насладиться ее красотами или встретиться с родными. Спасибо Господу, что мы можем перейти через границу и принести нашим семьям все необходимое. В начале 2016 года правительство Венесуэлы объявило чрезвычайное положение в сфере продовольственного снабжения. В стране не хватает всего, начиная от хлеба и заканчивая автомобильными запчастями. Бороться с дефицитом поручили министру обороны, но прошло полгода, а стало только хуже. Поэтому власти решились выпустить людей к соседям за покупками. Граница с Колумбией была закрыта почти год назад в рамках борьбы венесуэльского правительства с контрабандистами. Впервые ее открыли в прошлое воскресенье. И вот теперь венесуэльцам разрешили проходить в течение обоих выходных. В субботу границу пересекли 44 тысячи человек. Статистики по воскресенью пока нет. Границу пересекают люди всех возрастов. Дети, пожилые. Мы помогаем им как только можем. У них нет ничего. В приграничных отелях нет мест, на рынках и в магазинах очереди. Но венесуэльцы говорят, это все равно лучше, чем на родине. Чтобы приехать сюда, многие преодолели путь в сотни километров. Мы выехали вчера в 6 вечера. Приехали сюда в 6 утра. Нас пропустили. И вот мы в магазине. Закупаемся. Власти Венесуэлы дефицит признают, однако считают информацию о нем преувеличенной. А продовольственный кризис объясняют экономической войной, которую якобы ведет против Каракаса Вашингтон. Вашингтон.